Состояние у тебя истерическое Скушай, доченька, яйцо диетическое Или, может, обратимся к врачу Ничего я не хочу Вы знаете, я недавно услышал эту старую песню И подумал, почему же принцесса отказалась от куриного яйца И вот этот вопрос меня долго мучает И кто еще не знает, вы находитесь на канале Александра Мирошникова Я, Александр Мирошников, странное совпадение И в нашей рубрике, что должен знать и уметь персональный тренер Мега, уважаемый человек Как всегда, интересная и занимательная тема А сколько же можно есть куриных яиц в день Вы знаете, я даже отсмотрел многих блогеров Честно, очень расстроился Что только не наговорили они на ютубе Что существуют какие-то, да, тайные силы Продавцы лекарств, которые борются с холестерином Или наоборот Честно говоря, правды в этих фильмах я не увидел Ну, давайте разбираться с этой, кстати, достаточно сложной темой Времени у нас мало Вперед-вперед Перед тем, как мы начнем изучать различные исследования Нужно понять, почему же так яйцо опасно для здоровья человека Итак, давайте разберемся, с чего оно состоит Большое яйцо Можно назвать такое яйцо Которое весит более 54,4 грамм Ну, что тут страшного 131 калория на 100 грамм Ну, по факту это, наверное, двоится Дальше жира 5 грамм Белка 7 грамм И вот самое страшное Почему, конечно, яйца объявляют Вот именно в продукты Опасные для здоровья человека Это холестерин Холестерина 350 миллиграмм Мы видим, что международные рекомендации По холестерину в день Но в лучшем случае Менее 300 миллиграмм в день Некоторые организации Менее 200 миллиграмм в день Понятно, что как только мы съедаем Одно большое яйцо Мы уже, естественно, перебираем с холестерином Часто нам говорят диетологи Что яйцо – это белок Посмотрите на экран И убедитесь, что яйцо далеко не белок Чего только в яйце нет Итак, мы начинаем наш систематический обзор И первая рубрика Куриные яйца полезны Итак, первый метаанализ 2016 года Основываясь на результатах этого метаанализа Потребление до одного яйца в день Может способствовать снижению риска общего инсульта И ежедневное потребление яиц Не связано с риском развития Ишемической болезни сердца Ну, понятно, смотрим, кто же проплатил Мы видим Эггнутришн центр То есть центр, который торгует И, соответственно, изучает яйца Еще один научный обзор 2018 года Почему я его взял? Потому что мы знаем, что уровень обзоров нулевой С точки зрения доказательности результатов Но на этот обзор ссылаются во многих группах Именно научных группах Обсуждают его и так далее Итак, в заключении Можно безопасно употреблять до 7 яйц в неделю Но у пациентов с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями Или с сахарным диабетом второго типа Только с особым акцентом на здоровый образ жизни Ну, кто проплатил Смотрим опять Danish Eggs Association То есть, опять какая-то ассоциация Которая торгует яйцами Крупное когортное исследование При Диме 2016 года Исследователи проспективно наблюдали 7216 человек 55-80 лет Возраст их был С высоким сердечно-сосудистым риском 50% участников был сахарный диабет типа 2 В когортном исследовании при Диме В течение почти 6 лет Выводы Низкое или умеренное потребление Мене 2 или от 2 до 4 яиц в неделю Соответственно, не было связано С повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний У лиц с диабетом Или без диабета С высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний Если мы посмотрим, кто тут оплачивал Тут, черт голову сломит Столько организаций поучаствовало финансово Но, как всегда, мы видим, что Следователи пишут, что Мы деньги-то взяли, но не отчитывались перед теми людьми Которые дали деньги Мета-анализ 2017 года На нем давайте остановимся И его более детально разберем Очень интересный мета-анализ Мы провели систематический поиск В базах данных Подмет, Медлайн, МБАС и так далее В январе 2016 года Критерии включения обязательно РКИ, в которых количество употребляемого яйца Изменялось и сравнивалось с контролем И, внимание, мы нашли 10 статей 6 оригинальных исследований Которые соответствовали нашим критериям включения Итак, выводы Результаты РКИ показывают Что потребление 6-12 яиц в неделю В контексте диеты Соответствующей рекомендации По укреплению сердечно-сосудистой системы Не оказывает неблагоприятного влияния На основные факторы риска Сердечно-сосудистых заболеваний У лиц с риском развития сахарного диабета Типа 2 Я взял все РКИ Которые вошли в мета-анализ И свел в нашу знаменитую табличку Итак, внимание на экран Связь между приемом яиц И сердечно-сосудистыми заболеваниями Ни одно исследование не обнаружило Итак, финансирование и или конфликт интересов Есть у всех исследований Сам же мета-анализ Имеет огромное количество каких-то грантов С ними действительно нужно разбираться Времени у меня на это нет Поэтому, если кому-то будет интересно изучить Пожалуйста, кто же платил за этот мета-анализ Итак, крупное когортное китайское исследование В котором приняло участие полмиллиона китайцев У китайцев умеренный уровень потребления яиц Либо одно, либо менее одного яйца в день Достоверно связывает с более низким риском Развитие сердечно-сосудистых заболеваний Что касаемо фундирования или конфликта интересов Мы видим, что здесь опять же черт голову сломит Какие-то цифры, какие-то гранты Невозможно разобраться, есть ли здесь коммерческие интересы Но не указан вообще Не декларируют конфликт интересов Поэтому, конечно, такое исследование Ну, очень-очень сомнительно На этих исследованиях заканчиваются хвалебные панигерики Ну, более-менее значимо, да Потому что, если вы зайдете в подмет, в скопост Вы увидите огромное количество различных обзоров Ну, мы знаем, уровень обзоров достаточно низкий Поэтому я вот самое значимое исследование вам рассмотрел И теперь начинаются ругательные и ругательные исследования Которые говорят, что куриные яйца не полезны Начнем с крупного когортного исследования 2006 года Сразу же ноль коммерческих организаций И ноль конфликта интересов Среди диабетиков повышенная физическая активность Связана со значительным снижением смертности Тогда как, внимание, увеличение потребления яиц И насыщенных жиров связано со значительным увеличением смертности Одно яйцо в день было связано с пятикратным увеличением коронарного риска И даже 10 грамм в день, то есть 1 шестая большого яйца Увеличили коронарный риск на 50% Итак, 2018 год Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований Без фундирования коммерческих организаций и конфликта интересов Поднятно, что онлайн базы после 2000 года отсмотрели все работы Где сравнил с концентрацией липидов у тех людей, которые принимают яйца И те, которые не принимают Данные были получены из 28 исследований Выводы Потребление яиц увеличивает общий уровень холестерина Липопротеина низкой плотности и липопротеина высокой плотности Далее следует систематический обзор и метаанализ 2013 года когортных исследований Всего было выявлено 22 независимых когорты из 16 исследований Включая участников в количестве от 1600 до почти 100 тысяч человек И период наблюдения от 5,8 лет до 20 лет Этот метаанализ показывает, что потребление яиц не связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний Заболеваний сердечной смертности в общей популяции Тем не менее, внимание Потребление яиц может быть связано с повышенной заболеваемостью Диабетом второго типа среди населения в целом И сопутствующей патологии сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с диабетом Далее крупное когортное исследование 2018 года Ноль конфликта интересов, ноль фундирования коммерческих организаций Мы исследовали связь между потреблением яиц и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний В перспективном когортном исследовании КАПС И национальном опросе рациона питания НДНС КАПС включил 2512 мужчин в возрасте И НДС включил 754 взрослых в возрасте 1964 года Итак, выводы Более высокое потребление яиц было связано с более высоким уровнем глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом Или с нарушенной толерантностью к глюкозе Вот каждый раз говорим, когда едим белок И почему-то мы не видим сахара в крови Ну вот дайте белок диабетику и вы сразу увидите сахар в крови Повышенная частота инсультов с более высоким потреблением яиц среди этих групп требует дальнейшего изучения Мета-анализ 2016 года без конфликта интересов и фундирования коммерческими организациями Также выявил положительную связь между потреблением яиц и диабетом среди населения США А вот вам и новость Рандомизированное контролируемое исследование 2014 года Около 14% фосфатидилхолина из яичного желтка Может преобразовываться в эноксид триметиламина Знаменитый наш ТМАО Через микробиоту кишечника и печень Потребление более двух яичных желтков в день приводит к повышенному уровню ТМАО у здоровых людей Среди пациентов направленных в клинику Кливленда для коронарной ангиографии Уровни ТМАО находились на верхнем уровне И были связаны, внимание, с 2,5 кратным увеличением риска инсульта, инфаркта миокарда, сосудистой смертности Итак, нам необходимо подвести резюме нашего систематического обзора Мы с вами видим в таблице, что существует огромное количество РКИ, метаанализов, когортных исследований Еще больше различных обзоров, которые проплачены продавцами яиц Также существуют у нас с вами когортные исследования, систематические обзоры и метаанализы И рандомизированные контролируемые исследования, которые не имеют конфликта интересов и коммерческого фундирования И которые говорят, что потребление яиц связано с сахарным диабетом типа 2 И риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний Теперь нам становится ясным, почему принцесса, когда ей отец сказал Скушай, доченька, яйцо диетическое Ну, наверное, в песне не указали Сказала отцу А ты смотрел канал Веселая наука Если вам фильм понравился, то не забываем ставить лайк И, конечно же, подписываться на наш канал У нас самые занимательные, веселые, практичные, а главное, научные темы Все, пока, пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok